Либо-либо. Дорогой YouTube, который слушает этот выпуск, это специальное предуведомление для вас. Спасибо, что в сентябре и октябре смотрели наш сериал «Закат империи», но «Закат империи» — это ещё и подкаст. И он всё это время продолжал выходить параллельно с сериалом. Но мы его не выкладывали на YouTube, чтобы просто вас не путать. И теперь, как видите, начали выкладывать, но тут на YouTube все выпуски будут выходить с двухмесячным опозданием. И если вы хотите послушать всё, что вышло за это время, то смотрите ссылку в описании и слушайте подкаст «Закат империи» в любом удобном для вас приложении. Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия Либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века, то, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и банкрот в Российской империи. Начало этого сезона, первые выпуски, в том числе и этот, будут связаны с сериалом. Если сериал — это история крупными мазками, то тут я, как обычно, буду рассказывать истории менее известные, но при этом побочные к основному сюжету, к тому, что происходит на YouTube. И вот сегодняшняя история связана с первым выпуском сериала, и я вам здесь в подкасте расскажу про расследование трагедии на Хадынке. Но прежде чем мы начнём, я вам должен ещё представить партнёра нового сезона. Это банк «Точка». И вместе с «Точкой» в начале каждого выпуска мы будем делать рубрику «Идея на миллион». В этой рубрике мы будем рассказывать о масштабных бизнес-идеях, которые пришли кому-то в голову примерно в то же самое время, в которое происходят события из выпуска. А иногда даже об идеях, которые обогнали своё время и не были реализованы из-за, например, недостаточно развитых технологий. И сегодня история инженера и бизнесмена из США Фредерика Тейлора, который первый придумал и внедрял систему научной организации производства. Партнёр подкаста — это банк для предпринимателей «Точка». И я сам тоже клиент «Банк.точка», потому что у меня ИП есть. И с «Точкой» суперкомфортно было прямо с самого начала, потому что как происходит регистрация нового бизнеса с «Точкой». Мы встретились в кафе. К этому моменту в банке уже подготовили все необходимые документы, помогли выбрать систему налогообложения, всякие коды ОКВЭД. Я просто, в общем, заполнил документы, расписался, и больше ходить мне никуда не надо было. Все вопросы, если они возникают, решаются через чат. И «Точка» вас поддерживает на любом этапе. Всё делается очень просто и удобно. Открыть счёт можно по ссылке в описании этого выпуска. Итак, Фредерик Тейлор. Он работал инженером на крупных американских промышленных предприятиях. И вот примерно в то же самое время, когда Николай II готовился к своей коронации, он как раз начал подробно изучать, каким образом рабочие на его заводах, собственно, работают. И он, например, высчитывал время и количество операций, которые выполняет каждый рабочий. И в результате своих исследований он опубликовал труд «Принципы научного менеджмента». И вот что это за принципы. Для каждой операции можно найти самый эффективный способ делать её. И этот способ будет, естественно, универсальным. Затем нужно научить этому способу рабочих, причём лучше всего заранее. И таким образом получится, что нужные операции, самые эффективные, может делать плюс-минус любой рабочий, а не только какой-то очень сообразительный. Звучит сегодня как что-то очень логичное, но на деле для конца XIX века это был прям прорыв. Ну, всё когда-то начинается. Ещё дальше. Все операции должны быть скоординированы друг с другом, а для этого требуется штат грамотных менеджеров. И при жизни Тейлор внедрял свои идеи с трудом. С ним спорили и капиталисты, потому что Тейлор вообще-то считал, что доходы от работы должны доставаться рабочим. И с ним спорили и социалисты, потому что Ленин вообще называл систему Тейлора «научным способом выжимания пота». Но, однако, его принципы легли в результате в основу почти любого массового производства. А в СССР, кстати говоря, под большим влиянием Тейлора разрабатывали и внедряли научную организацию труда, так это называлось. А вот сегодня наследниками подхода к организации труда стали и японский канбан, и Эджайл, и Скрам, и прочие методики. Ещё больше бизнес-историй вы можете послушать в подкасте «Конкуренты», который наша студия либо-либо делает вместе с банком «Точка». В этом подкасте основательницы студии Лика Кремер и Дарья Боровякова, которая занимается в «Точке» с системой самоуправления, рассказывают разные захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка. И стараются делать из этих историй полезные выводы для бизнеса, потому что в банке «Точка» заботятся о предпринимателях. Очень скоро, буквально на днях, начнётся новый сезон, а пока что можно послушать первый. Там есть истории конкуренции «Колы» против «Пепси», «Боинга» против «Фэрбаса», «Рибока» против «Найк» и много-много других. Добавляйте подкаст «Конкуренты» в подписки или «Избранное», чтобы быть среди первых, кто послушает истории новых брендов, которые перевернули мир. Все нужные вам ссылки в описании выпуска. Итак, в 1896 году в Москве проходила коронация молодого монарха Николая II. И это были многодневные, очень длинные празднества с кучей гостей. И вот в один из дней, 30 мая, на Ходынском поле за окраиной Москвы должны были проходить народные гуляния с раздачей подарков и со встречей Николая II. Но день этот начался с трагедии, потому что ранним утром на поле произошла давка и погибло несколько сотен человек. Сразу же после этого началось следствие, и следствие должно было обнаружить виновных в трагедии. Давайте вместе со следователем по особо важным делам Павлом Кейзером, которому было поручено предварительное следствие, для начала посмотрим на место событий, на Ходынское поле. Как оно выглядело и вообще, насколько было приспособлено под массовые мероприятия. Потому что на народных гуляниях по случаю коронации присутствовало около полумиллиона человек. Значит, Ходынское поле находится на северо-западе Москвы. Тогда это еще Подмосковье было, то есть за пределами городской застройки. И вот само Ходынское поле огромное, просто оно начинается аж от Белорусского вокзала, но конкретно само место для гуляний находилось напротив Петровского путевого дворца. То есть это примерно в районе метро Динамо. Прямо через проспект от ВТБ-арены. И по размерам вот это место для гуляний как раз примерно с эту арену и есть. Поле не было засеяно здесь. И, в общем-то, всегда использовалось для разных целей, в том числе для народных гуляний. Например, в 1882 году именно тут проходила Всероссийская художественно-промышленная выставка и для выставки были построены павильоны. К моменту коронации Николая II большинство павильонов уже были давно демонтированы. И вот теперь мы с вами вместе со следователем Кейзером на этом месте видим довольно много ям от фундаментов и опор. А еще рядом с полем базировался саперный батальон, который использовал ходынку для учений. И в дополнение к строительным ямам мы еще с вами обнаруживаем траншеи. Но и это еще не все. Потому что вдоль Петербургского шоссе то есть это сейчас Ленинградский проспект добывали тогда песок для многочисленных строек. Песок тут был довольно чистый. И вот ровно между шоссе и самим полем тянется огромный овраг, из которого и брали песок. Овраг этот был длиной не меньше полукилометра. Около 60 метров шириной и до 5 метров глубиной. Таким образом на Ходынке к моменту коронации имелись огромный овраг, куча ям и траншей. Еще забыл сказать. В этом овраге был колодец глубиной 20 метров. Его просто прикрыли досками и возможно даже колодец был не один. Казалось бы, что могло пойти не так. Вопрос возникает, почему тогда именно это место выбрали для народных гуляний? Ну, потому что это на самом деле традиционное место для массовых мероприятий и больше того. Ровно на этом самом месте в 19 веке уже дважды проходили народные празднества по случаю коронаций, когда восходили на престол дед и отец Николая, то есть Александр Второй и Александр Третий. И, кстати говоря, коронация Александра Третьего отца Николая прошла всего лишь 13 лет назад и тогда все было норм. Да, но во время предыдущей коронации не было вот этих всех оврагов и ям, все выставочные павильоны еще стояли на своих местах, ну и еще погода тогда была пасмурная и народ был поменьше, не полмиллиона. Так, теперь давайте вместе со следователем Павлом Кейзером посмотрим, что конкретно должно было происходить на поле и как все это должно было происходить. Типа, какой план? И программа мероприятий на народных гуляниях буквально повторяла все, что было при коронации Александра Третьего. Те же развлечения, те же раздачи подарков, включая знаменитые коронационные кружки, те же карусели и балаганы разные с представлениями. Кстати говоря, пожалуй, что предыдущие гуляния даже перещеголяли Николаевские, потому что при коронации деда Николая Второго, Александра Второго, в середине дня на ходынке врубили фонтаны с вином и медовухой. Их можно было черпать специальными черпаками. Круто. Ладно, короче, возвращаемся в 96-й год. Планировку трибун, павильонов, киосков с подарками и всех вот этих балаганов с развлечениями разработал главный архитектор празднеств, его звали Владимир Николя. И он сообщил следователю, что план этих гуляний был идентичен плану гуляний на прошлой коронации. Но он несколько лукавил, потому что это было не совсем так. И самое главное отличие было в том, что прошлую коронацию вдоль шоссе не было огромного песочного оврага. То есть смотрите, люди идут на поле из Москвы по Петербургскому шоссе. Между шоссе и полем огромный овраг. А ровно за оврагом архитектор Владимир Николя поставил длинную шеренгу киосков 150 штук. И предполагалось, что люди будут проходить между этими киосками на поле, получать в киосках коронационные подарки, ну и после этого попадать на площадь для гуляний. До начала праздника вход был закрыт, и люди должны были ждать открытия. И вообще-то в целом, на самом деле все это могло переварить полмиллиона человек, особенно с надлежащей охраной. Самая главная проблема всех этих празднеств состояла не в неудобном месте, не в овраге с ямами и траншеями, и не в расположении киосков. Кое в чем еще нынешняя коронация существенно отличалась от предыдущей. В том, кто ее организовывал. И тут у следователя по особо важным делам Пабла Кейзера возникли очевидные сложности. Самый главный вопрос не в том, как был устроен поле и какой был план, а в том, кто несет ответственность за коронацию. Как вы понимаете, коронация это самое торжественное мероприятие в Российской империи даже не в этом году, а как минимум на несколько десятилетий вперед. И поэтому рулили этим мероприятием самые высокопоставленные лица империи. И тут надо было быть очень аккуратным. А ситуация усугублялась тем, что в процессе распределения полномочий очевидно произошла некоторая интрига, следы которая теряется где-то в высшем свете. Казалось бы, да, в чем проблема? Предыдущая коронация прошла всего 13 лет назад и была организована отлично. Многие люди, которые рулили коронацией тогда, не просто были еще живы, а даже некоторые были на тех же самых должностях. Но на этот раз их отдел отодвинули и доверили рулить народными празднествами совсем другим людям. Следователь в своем отчете, естественно, не лез в эти великосветские интриги, себе дороже, а вот мы с вами попытаемся их реконструировать. Итак, факты таковы. Традиционно коронация проходила в древней столице, в Москве, не в Петербурге. Соответственно, торжества обычно организовывали московские власти. Конкретно все это было в зоне ответственности московского генерал-губернатора. Значит, сейчас у нас московский генерал-губернатор это дядя царя, родной брат умершего императора Александра Второго, великий князь Сергей Александрович. Это один из самых высокопоставленных людей в империи. А жена его это вообще родная сестра новой императрицы. Очень-очень высоко. Но организация коронации Николая Второго была изъята из ведения московских властей и передана министерству двора, то есть петербургским чиновникам. Таким образом, по бумагам, за все теперь отвечают не москвичи, а петербуржцы. За все включая охрану порядка на этих мероприятиях. Московская администрация была совершенно прямо и недвусмысленно оскорблена Петербургом. И больше того, интрига была направлена напрямую против генерал-губернатора Москвы Сергея Александровича. Кто же был против него? Во-первых, младшие Романовы. Самую жесткую, наверное, характеристику о Сергее Александровиче оставил великий князь Александр Михайлович. Или Сандро, как его называли в семье. Сандро — это кузен Николая Второго, и в тот момент, наверное, это его самый ближайший друг. Итак, Сандро вот что писал о Сергее Александровиче. При всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, то есть в характере Сергея Александровича, я не могу ее найти. Будучи очень посредственным офицером, он, тем не менее, командовал Лейбгвардией Преображенским полком, самым блестящим полком гвардейской пехоты. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, великий князь Сергей был, тем не менее, московским генерал-губернатором, пост, который мог бы быть верен лишь государственному деятелю очень большого опыта. Упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Сандро здесь аккуратно не называет напрямую недостатки, которыми бравировал Сергей Александрович, но он явно имеет в виду его гомосексуальность. Это была просто притча во языцах. Это, конечно, тоже добавляло ему образа и, в общем-то, даже говорили, что в Москву его отправили как раз потому, что в Петербурге терпеть его было неприлично. А руководить Москвой это все-таки высокий статус, достойный дяди царя. Так что давай, пока из столицы. Но тут надо сказать откровенно, Сандро, этот кузен Николая II, его друг, он очень сильно пристрастен к Сергею Александровичу, как, впрочем, и многие другие молодые романовы ровесники царя. У Сергея Александровича были еще и другие противники постарше. Например, мама Николая. Это уже тяжелая артиллерия. А Николай II в начале своего правления очень прислушивался к маме. Так вот, мама не любит ни Сергея Александровича, ни его жену, великую княгиню Эллу. Как минимум. Вот по какой причине. Именно Элла за спиной семьи Романовых сводила свою родную сестру с наследником, с Николаем. А маме ни выбор сына не нравится, ни новой императрицы лично, а больше всего ей не нравится, что Элла и Сергей интриговали в темную и играли чувствами наследника, то есть ее сына. Я тут уже лез довольно глубоко, конечно, в мемуарах ничего этого нет. Все это делалось, естественно, тихо, но в любом случае результат интриг был неожиданным для всех, потому что Сергею Александровичу, московскому генерал-губернатору, дали поносу, организацию коронации поручили петербургским чиновникам и для этого создали специальную комиссию, которая называлась «Особое установление по устройству коронационных народных зрелищ и увеселений». Короче, я его буду называть дальше Оргкомитет. И по бумагам этот самый Оргкомитет и был ответственен за все мероприятия на коронации, в том числе и за охрану. А глава этого Оргкомитета — действительный статский советник Николай Берн. И вот питерские чиновники сходу стали показывать москвичам, как надо организовывать мероприятие. Главное, ребята, пиар. В прошлой коронации вокруг празднеств далеко не было такого ажиотажа, как сейчас. А больше всего внимание народа привлекали подарками, которые должны будут получить все, кто придет на гуляние. И состав подарка такой — кружка с гербом, сайка, кусок колбасы, пряник, орехи, сласти и ситцевый платок. Московские газеты писали, что праздник будет чем-то просто необыкновенным. И, кстати говоря, помимо пиара самого праздника питерские не забывали пиарить и самих себя, потому что в газетах печатались даже фотографии главного организатора торжеств, статского советника Николая Бера, главы вот этого самого оргкомитета. Типа, москвичи, вот вы кому должны быть благодарны за подарки и праздники. И, кстати говоря, сами подарки тоже каждый желающий мог видеть на витринах главных столичных магазинов. Их там специально выложили для всеобщего внимания. И вот люди начали думать, что все это неспроста. И вокруг подарков уже пошли слухи. Говорили, что кружки будут наполнены серебром или даже золотом. Или даже, что сами кружки будут золотыми. Но не все, а только самые первые. И поэтому надо успеть получить их с самого раннего утра. Или говорили, что вместе с подарками будут раздавать лотерейные билеты. Или, что на ситцевых платках будут рисунки, например, корова, лошадь или изба. И вот, если я достану платок с лошадью, то ты получишь лошадь. А если с избой, то получишь избу. Ну, то есть, вы подумайте сами. Стали бы власти так сильно рекламировать кружки и платки, если бы это были просто кружки и платки. Просто, ну, прикиньте свои головы сами. Ну ладно, да, подарки подарками, ажиотаж ажиотажем. Нам, вместе со следователем Павлом Кейзером, надо понять, кто виноват в давке. И вот, удивительным образом, петербургский чиновник Николай Бер, глава оргкомитета, портреты которого печатали московские газеты, после трагедии, уверял следствие, что все произошло, конечно, не по его вине. Во всем виноваты московские власти, потому что они не хотели ему помогать. Павел Кейзер, однако, выяснил, что хороши были все и питерские, и московские. Питерские действительно приходили к московским с просьбами о помощи и за советами. И помощи они действительно получали мало, а советами не хотели пользоваться сами. Например, московский городской голова Константин Рукавишников встречался с остатским советником Николаем Бером, и вот, как это происходило по воспоминаниям. Беру Рукавишников сказал, что надо устроить праздник не в одном, а в пяти местах, на что Бер не согласился. Затем на вопрос, сколько соберется народа, Рукавишников отвечал, если погода будет скверная, десятки тысяч, если хорошая, около миллиона. Бер отнесся к этому с недоверием и высказал, что более двухсот тысяч не будет. Содействия не просил, все, мол, сделаем сами. Пришел вразлад с городским головою, не прислал ему приглашения на трибуну, и городской голова на праздник не поехал. То есть, раздор между москвичами и петербуржцами был очень серьезным. Просто оцените, да, московскому городскому главе не прислали приглашения на ходенку. Ну, а москвичи со своей стороны питерских тоже ни в грош не ставили. Больше того, генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, просто прямо говорил своим людям излишнюю активность не проявлять, помощь не предлагать, если нас оставили за бортом, пусть сами исправляются. И вот хуже всего это сказалось на вопросе охраны. Просто вот сейчас попробуйте представить, сколько планировалось использовать полицейских на полумиллионную толпу. Ответ будет через несколько минут. А для начала я вам просто опишу, кто где отвечал за охрану порядка. Итак, в самой Москве, конечно, отвечала за порядок московская полиция. Она подчиняется московскому полицмейстеру. А вот порядок на Ходынке, на самом поле, уже в зоне ответственности Оргкомитета празднеств, то есть питерских чиновников. Ну а вот территорию от Москвы до Ходынки, например, Петербургское шоссе, по которому люди пойдут на празднование, вообще-то должна контролировать уже подмосковная полиция, потому что это уже Подмосковье. Ну и вообще обычно поле само в зоне ответственности именно подмосковной полиции тоже. Кстати говоря, территория Кремля, Кремль внутри Москвы у нас, но вот территорию Кремля опять охраняет не московская полиция, а Дворцовая, конво его величества, то есть опять-таки питерские ребята. Так вот, следователь Павел Кейзер довольно быстро выяснил, что никаких своих сил охраны у Оргкомитета не было. Ну то есть они вообще-то чиновники министерства двора. В принципе, в подчинение министерства двора входит как раз Дворцовая полиция и конвой его величества. И эти чиновники, условно говоря, могли ими распоряжаться, но только вот этой Дворцовой полиции и конвой было совершенно недостаточно, и вообще-то все они занимались своими прямыми обязанностями. Они охраняли царя и его окружение. Это типа такая ФСО. Все они сидели в Кремле. Короче говоря, у Оргкомитета просто нет никаких людей, нет силовиков. Ну и поэтому питерские чиновники обратились с просьбой о помощи к москвичам, естественно. Питерские чиновники говорили следователю Павлу Кейзеру, что неоднократно обращали главе московской полиции к оберполицмейстеру Александру Власовскому с предложением совместно обсудить меры безопасности на празднике. Но он, по их словам, предложение их отклонял, потому что типа охрана касается его одного и нечего в мои дела лезть. А вот когда следователь Павел Кейзер пришел к Власовскому, то сам оберполицмейстер говорил, что никаких просьб к нему от Оргкомитета не поступало. Но, скорее всего, он врал следствию, потому что вообще-то было достаточно свидетелей, которые утверждали обратное. Так что, видимо, он просто игнорировал просьбы питерских чиновников. Ну, окей, да, вот вы, питерские чиновники, вы знаете, что придет несколько сотен тысяч человек, вы даже заготовили 400 тысяч подарочных наборов. Эту цифру Кейзер тоже выяснил. И вот вы такие говорите, московский полицмейстер, пожалуйста, выдели нам полицию, у нас нет своих людей. И да, московский полицмейстер вас игнорирует. И что вы делаете потом? Вы такие, ну ладно, забьем тогда. Что может плохого произойти? Не дают нам людей. Не будем же мы, типа, лезть в склоку. Как-то это неприлично. Мало ли, да, что по бумагам ответственность за охрану порядка на нас. При этом Кейзер, кстати, выяснил, был ли хоть кто-то из организаторов мероприятий предварительно на поле. Ну, типа, вы видели вообще вот эти овраги и ямы. И нет, питерские чиновники на поле не ездили точно так же, как и оберполицминистр Власовский. Власовский вообще сказал, что про враг он ничего не знал перед полем. И вообще вся эта территория находится не в его подчинении, он же начальник московской полиции, а Ходынка это уже Подмосковье. Да, интересно, что могло пойти не так. И тут я хочу сделать небольшую паузу и поговорить с вами о насилии. Сейчас будет важной для меня, вообще-то говоря, для всех нас некоммерческая интеграция. Я периодически говорю в выпусках о насилии над детьми и над женщинами, и обычно я говорю, что, слава богу, сейчас насилие меньше, чем 120 лет назад. Но его все равно очень-очень много. И именно поэтому с этого лета я решил стать амбассадором одного важного проекта Центра Насилию.нет. Центр работает над помощью пострадавшим от домашнего насилия. А насилие это может быть очень разнообразным, иногда заметным всем окружающим, а иногда вообще невидимым. И поэтому еще одна важная задача прямо сейчас это рассказывать о существовании домашнего насилия, делать его видимым. Ну, потому что обычно в обществе не принято о насилии говорить. Итак, первое. Если вам самим нужна помощь, то вы знаете, куда обратиться. Ссылка на Центр Насилию.нет в описании выпуска. Если вы хотите больше узнать о том, что такое домашнее насилие, подписывайтесь на соцсети Насилию.нет и читайте статьи на сайте, там очень много важной информации. А если вы хотите помочь, то можно оформить пожертвование Центру. Нам всем нужно сделать так, чтобы работа этого Центра когда-нибудь оказалась не нужна. И давайте вместе приближать этот момент. Еще за несколько дней до гуляний на место начали прибывать крестьяне. Они приезжали даже из соседних губерний. Потому что само-то поль большое, там есть где разместиться. И вот в ночь накануне перед входом, ну то есть перед шеренгой киосков с подарками уже находилось несколько сотен тысяч человек. А напоминаю, что перед входом это означает в овраге, а в овраге ямы, колодцы и сам он достигает глубины пяти метров. И уже около полуночи стало ясно, что быть беде. А теперь наконец-то ответ на вопрос сколько было человек в подчинении у коменданта Хадынки. У него было шестьдесят человек. На полмиллиона народу. Следователь Павел Кейзер в своем отчете методично описывает сколько еще человек прибывали на Хадынку для охраны и откуда. Потому что комендант предчувствуя сложности еще заранее еще в пять часов вечера запросил у оберполицмейстера Власовского подмогу телеграммой. Еще я цитирую тридцать казаков и нескольких околоточных надзирателей. Околоточные надзиратели это, грубо говоря, участковые. Следователь обнаружил несколько подряд таких просьб от коменданта к полицмейстеру. Очевидно, это говорило о том, что полицмейстер эти просьбы игнорировал. И тогда комендант начал беспокоиться и хлопотать. Это понятно, потому что в бумагах полицмейстера следователь позже обнаружил множество просьб о помощи от самых разных людей. начиная то есть с этого самого коменданта и заканчивая секретарем министра двора. Все эти просьбы были о том, чтобы прислать на Ходынку подмогу. То есть информация о том, что охраны не хватает, была уже в начале ночи у большого количества людей. И полицмейстер Власовский в конце концов отослал около полуночи на поле сотню казаков. Но Ходынский комендант, видя, что толпа собирается все больше и больше, уже, видимо, не надеясь на полицмейстера, по собственной инициативе смог вызвать роту солдат из Самогидского полка и еще батальон Московского полка вызвал. Это местные военные части. Таким образом, в его подчинении около часу ночи было примерно восемьсот человек. На полмиллиона народа. Но в час ночи было уже поздно. Толпа перед киосками во враге была такой плотной, что проникнуть туда снаружи было невозможно. И все это, естественно, происходит в темноте. А враг был заполнен людьми вплотную. Всем хотелось быть поближе к киоскам с подарками, войти на праздник первыми. Выбраться из этой толпы было невозможно. Людей сдавливало, а толпа их держала. Кто-то падал и их затапливали. Владимир Гелировский, московский журналист и очевидец этих событий, писал, Десяток конных казаков разгонял нализавших сзади, прекращая доступ к новым, прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот растаскивали толпу и, так сказать, разбирали снаружи эту народную стену. Но это, на самом деле, только начало, потому что казаки эту толпу разобрать не смогли. И самое страшное произошло с рассветом, когда кто-то крикнул дают. И тогда вся толпа, находящаяся на поле, рванула вперед и людей стало просто раздавливать о киоски и затапливать насморь. В результате, по официальным данным, погибло 1389 человек, а пострадало намного больше. Через 20 дней после трагедии предварительное следствие было закончено и Павел Кейзер передал результаты прокурору Московской судебной палаты. Выводы были такие. Злого умысла ни у кого не было, произошла преступная халатность и Павел Кейзер перечислил фамилии из-за бездействия которых погибли люди. Это первое. Глава Оргкомитета, чиновник Министерства двора из Петербурга Николай Бер, портреты которого как главного организатора красовались в газетах. Второе. Московский оберполицмейстер Александр Власовский, который не давал людей на охрану. Третье. Главный архитектор Владимир Николя, который спроектировал планировку и конкретное расположение киосков с подарками и еще там двух московских полицейских чиновников следователь перечислил. Но определение виновных сразу же, конечно, стало вопросом политическим. Младшие Романовы прямо в день трагедии, прямо с утра стали требовать немедленной отставки Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Да, именно его, несмотря на то, что у него из рук вообще-то забрали всю организацию праздника, но в чем-то их логика была верной. Они говорили, нужна реакция от властей, и она нужна сразу, прямо утром, и нужно наказать кого-то на самом-самом верху, чтобы все видели, что такого рода ошибки не могут обойтись без последствий. Но вообще-то тогда, если судить по справедливости, надо было, наверное, наказать министра двора, графа Илариона Воронцова-Дашкова, потому что коронация была в зоне ответственности министерства, а не московских властей. Но император никого не хотел наказывать показательно, и вообще, кажется, он хотел это дело замять. Значит, после окончания предварительного следствия, когда Павел Кейзер представил свой отчат, начались интриги опять. И в результате этих интриг Николай II поручил провести внутреннее расследование, и его доверили графу Константину Палину, который, сюрприз, сейчас официальное на виновании его должности будет, Константин Палин был верховным маршалом церемонии священного коронования. То есть, чиновника из Петербурга, который сам участвовал в коронации на высокой должности, именно его поставили расследовать трагедию. И удивительным совершенно образом петербургский чиновник в результате расследования не вышел на самого себя, а обвинил во всем опять-таки генерал-губернатора Москвы Сергея Александровича и оберполицмейстера Власовского. Но дядю своего Николай II решил не наказывать. И поэтому главным виноватым назначили московского оберполицмейстера. оберполицмейстера Тут я расскажу вам несколько фактов о московском оберполицмейстере полковнике Александре Власовском. Потому что личность эта была в некотором роде замечательная. Вы, наверное, я надеюсь, сложили уже о нем некоторое мнение, просто исходя из того, как он реагировал на просьбы коменданта Ходынки о помощи. И вот вам подробности о Власовском. Это был человек, которого мало кто любил. Ну, в общем, это не удивительно для начальника полиции, но Власовский выделялся даже на общем фоне. При своем назначении он завел привычку ездить по Москве в экипаже и замечать любые недостатки. А затем лично писал в официальной газете московской полиции свои приказы. Приказы вот типа таких. Извозчик под номером таким-то спал на козлах. Штраф. Экипажи извозчиков таких-то и таких-то стояли в три ряда и загораживали проезд. Штраф. У дома номер такой-то не убран снег. Дворнику штраф и как бы так далее. Извозчики и дворники ненавидели его лютой ненавистью за это. Многие простые москвичи за все его приказы уважали полицмейстера. Но вообще-то согласимся, что если начальник московской полиции лично выписывает штрафы за неубранный снег, то это как бы говорит о том, что полиция как институт не работает. Историк и москвич Михаил Богословский в своих мемуарах так писал об обер-полицмейстере. Когда Власовский спал, совершенно неизвестно. Говорили, что он, когда придется, не раздеваясь, садился в кресло и так дремал часа четыре в сутки, остальное время посвящая службе. Впрочем, к обеду приглашались его приближенные люди. С ними он напивался коньяком, но пьян никогда не бывал, так как поглощал алкоголь как губка и алкоголь на него не действовал. После обеда или ужина освежаясь, ездил всю ночь по городу. А журналист Александр Амфитеатров высказывался так. Два этих порока алкоголизм и морфиномания обыкновенно исключают один другой, но когда они сочетаются, получается жуткое самоуничтожение организма и стлевающего как свеча зажженная с двух концов. В такой опасной мере я наблюдал это страшное сочетание лишь у одного, тоже очень странного человека. У пресловутого своей непопулярностью московского оберполицмейстера Власовского. Этот алкоголик, морфиноман, садист, самодур, фантаст, одержимый галлюцинациями и манией преследования, был человек уже безусловно психически аномальный. Никому не было жалко Александра Власовского. Да, и очень удобно сделать его крайним, конечно, не без оснований, но я тут процитирую параграф 13 предварительного расписания предметов ведения Министерства Императорского Двора по приготовлениям и по устройству торжества священного коронования их императорских величеств. Так вот, в этом параграфе говорится обеспечение порядка при народных гуляниях входит в обязанности особого установления. Особое установление это официальное номинование вот этого как раз Оргкомитета празднеств. Короче говоря, за охрану должны были отвечать питерские чиновники. И мы помним, как они отвечали за охрану. Они, когда планировали мероприятие, попросили у полицмейстера полиции, а когда полицмейстер отказался им содействовать, они просто не стали делать ничего. Ну да, я не снимаю совершенно вины с московского полицмейстера, который не посылал на ходынку охрану в тот момент, когда там уже началась давка. Ну короче говоря, 27 июля 1896 года, то есть через два месяца после трагедии, был дан именной высочайший указ от Николая Второго. Лично рассмотрев произведенное по этому делу предварительное следствие и ныне тщательно сообразив обстоятельства, выясненной этим следствием. Мы признали за благо, не обращая дело к судебному порядку, разрешить его нашою непосредственную властью. В этом указе вся ответственность была возложена на московского оберполицмейстера и еще некоторых московских полицейских чинов. Власовский был уволен, а генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович, министр двора Иларион Воронцов-Дашков и глава оргкомитета Николай Берр, все они сохранили свое положение. Но, кстати говоря, несмотря на то, что никаких официальных обвинений против Николая Бера не было выдвинуто, он после этого всего впал в тяжелую депрессию, он винил себя, потерял интерес к делам и умер через 10 лет после этих событий относительно молодым, ну то есть в 60 лет. А самое ужасное, что вся эта давка была зря, потому что подарки, за которыми все рвались, совершенно спокойно продолжали раздавать еще в середине следующего дня. Вот, например, что писал очевидец событий, рабочий Василий Краснов, которого чуть не задавили и который в середине следующего дня пришел в себя. Близко около меня рядом сидел на лужайке грузный татарин. Из-под его тюбетейки на лоб струились ручейки пота и весь он был как из бани, красный и мокрый. У его ног лежал узелок с гостинцами и он ел пряник и пирожок, кусая их по очереди, запивая из кружки медом. Я попросил его дать мне попить и он подал меду из своей кружки. У него уцелела на мои жалобы, что вот, мол, меня смяли, а я ничего не получил, татарин пошел и вскоре принес мне узелок гостинцев и кружку из будки. С вами был Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Этот выпуск вместе со мной готовили редактор Катерина Серебренникова, фактчек Ксюша Обросимова, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова и работа над звуком Семен Аксенов. Пожалуйста, смотрите наш сериал на ютубе о том, как в России произошла революция. И до встречи в пятницу на этой неделе в новой серии сериала. Продолжение следует... Продолжение следует...